Допустим, что нового у меня, то значительную часть зимы и весну я занимался реставрацией древних статуй. В Пальмире? Нет. Дело в том, что на Украине есть ряд хранилищ, где хранятся разные древние экспонаты. Однако во всех интересных событиях весны 1914 года так случилось, что целый ряд древних предметов пришлось перевести мне и моим союзникам. И, естественно, возникла проблема, что некоторые древние статуи богов начали осыпаться. Вообще, в чём важность этих статуй? То, что на них изображена древняя едическая символика. Каждая из этих статуй представляет симметрию и пропорцию, отображающую мироздание и отображающую многие интересные данные о взаимодействии с тихией Вселенной. Также там идёт символика богов, и те люди, которые знающие и которые видящие, они понимают, что сами статуи работают как мощные артефакты. И целительные некоторые свойства, и просто энергетической подпитки. Однако в том месте, где они хранились до этого, на протяжении скольких лет, не знаю, ну, наверное, очень долго, там была сделана такая атмосфера, что не особо холодно, не особо жарко без перепадов влажности. В новом месте, где пришлось перевозить, были постоянные перепады влажности и температурные перепады. Да и одна из статуй, которая хранилась в городе, она также, несмотря на то, что не такие сильные перепады были, всё равно также начала сыпаться. Короче говоря, пришлось искать способ, искать материалы, пришлось использовать смесь жидкого стекла, циррозита и некоторых других строительных материалов для того, чтобы эти статуи сохранить. Естественно, что, до чего я это говорю, с одной стороны, то, что я планирую далее писать, не знаю, это или в виде книжки, или в виде брошюры будет, где будут описаны сами статуи, будет описана та символика, которая на них изображена, и будет описано, что из этого всего можно взять для практического применения и личного духовного развития. И также я, в принципе, всех тех, кто являются или хотят быть связанными с переводами древних рунических текстов, и, допустим, с энергетическим обследованием этих артефактов, призываю к тому, чтобы присоединиться и написать, допустим, своё мнение, что я привезу на место или в Одессу привезу те или иные статуи, и те люди, которые чувствующие, пусть прочувствуют, то есть, что реально, вот, так как пока результаты такие, что да, артефакты мощные. Кроме того, вся та символика, которая на них присутствует, очень многогранная, и чем больше людей будет задействовано в переводе и осмыслении этих данных, естественно, тем больше будет пользы. Когда я призывал тех или иных людей так или иначе подключиться и помочь в вопросе нахождения того, чем обрабатывать статуи, и средства на это всё, некоторые люди высказывали такую фразу, что зачем нам эта вся история нужна? История, типа, уже прошла и всё. Однако, если чуть-чуть отрешиться от таких сиюминутных эзотерических течений, становится понятно, что история — это наше прошлое, история — это то, в чём наши корни, и если мы не знаем свою историю, если мы не знаем, откуда растут корни, то, естественно, ничего хорошего и не будет. Исходя из этого, ещё раз напоминаю о том, что есть веды, в которых описано и духовное развитие, в которых описано и прошлое, и то, каким по-настоящему будет будущее. Конечно же, сейчас все по-своему представляют духовное развитие, однако проблема в том, что я часто прихожу в тот или иной эзотерический клуб, или, можно даже сказать, как в секту, и смотрю, что половина или почти все больные, или значительная часть людей просто приходит, потому что им интересно послушать. У людей нет серьёзности, и, естественно, несерьёзность в восприятии идеи духовного развития и приводит к тому, что они не могут на практике исполнять древнее знание, ну и, естественно, получают проблемы в здоровье и получают, соответственно, разные другие проблемы. И их невежество явно видно, часто можно встречать христиан, которые не читали Библии. Индусы, кришнаиты говорят, что они ведическая культура, однако они веды не используют, они используют только одну из цитат. Ну, как бы, по сути дела, так. Потом в конце я ещё, возможно, по ходу того, что будет здесь сказано, некоторые комментарии дам. Ну, где-то так. Спасибо. Сеет древняя каменная статуя. Можно видеть выемку, которая связана с полостью, в которой зажигался огонь. Вокруг выемки видно загорелость. И ниже от выемки идёт трезубец. То есть, похоже, что когда горел огонь, казалось, что огонь горит на вершине трезубца, что достаточно интересно. Также здесь присутствует символика Всевышнего как трёхглазого, то есть, зрящего, видящего всё происходящее во всех трёх мирах. Может быть, рука плавно превращающаяся вместо длани в солнце. А вторая рука, похоже, что держит саблю. Другая сторона здесь Всевышний также трёхглазый. Ну, в каком-то смысле трёхглазый, хотя, в принципе, не совсем. В принципе, его третий глаз отчасти является изображением солнца, а отчасти аналогичные тилоки, как наносят её индусы. И, в принципе, как бы, да, основа трёхглазость, но уже несколько неявная. Ну, в конце концов, Всевышний является солнцебогом, так что это не особо важно. Три глаза или два глаза ещё солнца. Всё это проявление Всевышнего, так что так. Но здесь его руки сложены на животе, а как бы его внутренности выбраны. И сделано так, что туда в древности можно было вкладывать свечу, ну, вернее, даже скорее не свечу, а вероятно, что туда заливался воск, и ставился какой-то фитиль, и оно горело. Об этом, в частности, свидетельствует чёрная вот эта загорелась, которая не присутствует на других сторонах этого образа, этого изваяния. И она также не присутствует ниже, однако присутствует от этой внутренней выемки и выше. Третья сторона образа Всевышнего, здесь он опять с трёхглазый. И в отличие от предыдущей, здесь как раз три глаза. Здесь не булава и не огонь, а знание. Написано Священная Манкара, Саура, Саура, Рара, Сау-Сау. И последняя, четвёртая сторона. По третьему глазу сложно судить, похоже, что-то такое намечалось, или даже было, или... Ну, вроде как было. Может, как-то как не особо явные глаза. Даже... Ну, чё-то есть. Намного менее явное, чем во всех других случаях. И если по симметрии, то эта сторона как раз соответствует той стороне, где глаз Солнца, и, возможно, это имеет значение, что то, как явный глаз, проявленное Солнце Яви, а это как не особо проявленное Солнце Нави. Такая концепция вообще характерна для иконографии Всевышнего. Поэтому вполне допускаю такой вариант. Идя вниз, можно видеть выемку, которая связана с полостью, в которой зажигался огонь. Вокруг выемки видно загорелость. И ниже от выемки идёт трезубец. То есть, похоже, что когда горел огонь, казалось, что огонь горит на вершине трезубца, что достаточно интересно. На трезубце есть некоторые загорелости. Возможно, там ещё были какие-то отверстия. Однако из-за того, что сам камень сыпался, и всё это приходило в негодность, пришлось часть из них перекрыть. Уже за маской сейчас, ну, чтобы сохранить, чтобы статуя не рассыпалась хотя бы как есть. Духовные, их... Я бы, что им возглава кусок, как бы, я бы с вами согласен, что они живы. Почему? Потому что вы же знаете, с духовной точки зрения, что мы только воплощаемся в время. И с помощью реинкарнации, смотрите, мы тогда были просто минералами. Потом умерли, как минералы, стали растениями. Умерли, как растения, стали, соответственно, животными. Умерли, как животные. Возможно, даже в какой-то жизни кто-то из нас мог быть кошечкой или собачкой какого-то человека, и человек так плакал, так переживал, что любимая кошечка умерла. Но через время эта любимая кошечка пошла и воплотилась как человек. Так разве становится и нас меньше с каждой смертью? Ну, нет этого сознания. Вот я, например, только в человеческом области себя осознаю. Согласен. Сознание. А вот кошечка... Такое движимое, оно просто действует... Да, я полностью согласен. Коль мы с этой стороны подошли, то веды, вот как раз, что мне дают веды, как Вы спрашивали. Вопрос не то, что веды, это что-то они дают, вопрос, что я хочу взять ответ. Можно тогда сравнить веды с библиотекой. Вот что мне дает библиотека. Библиотека может мне дать что угодно или ничего. Зависит от меня. Если я правильно прийду, пройду в библиотеке регистрацию, правильно там сформулирую, что я ищу. Вот при изучении вед и при общении с людьми я одним из главных вопросов понял, что нужно понимать... Человек сам должен понимать, что ему надо. И когда мне человек просто говорит «Расскажи мне что-нибудь из вед», все, мне нет, я ничего не могу рассказать. Что-нибудь... Как бы я изучаю веды на протяжении больше чем 13 лет и за это время я и письменность изучал, и теологию, и историю богов, и историю земли, и тонкое строение. И что-нибудь... Я не знаю, что это будет. Я знаю конкретные темы. То, что ваше воображение просто волнует, может что-то такое необычное. Нет, не воображение, а конкретно в ведах описаны разные темы, которые можно изучить. В ведах описана точная, тонкая структура человека. Вот мы сейчас благодаря медицине знаем прекрасно строение внутренних органов, знаем каждый капилляр. С помощью специальных снимков можно узнать вообще, как прямо атомы по телу человека циркулируют. Как там, допустим, в легких проходит распад молекул воздуха, выделение кислорода и так дальше. Но веды дают такое же понимание и с энергетической точки зрения. Многие из вас слышали, что есть чакры, но в ведах не просто... Сейчас эзотерики как? Выходит такой эзотерик, говорит, о, сейчас я вас просвещу, у вас есть семь чакр или девять чакр. Это если человек, знакомый еще с славянской традицией. Вот, радуйтесь, у вас эти чакры. Еще можно цвета назвать там и какие-то функции. В ведах это детально. Каждая чакра описана. И описаны кучи каналов, как эти чакры связаны с другими. Эта система намного сложнее, чем кровеносная система. Описаны, допустим, каналы, которые идут от базовой чакры, идут даже к головной чакре. И оттуда вы идут к коренной чакре. Описаны... Такая сложная... сложнее электрики. Я не знаю. Учение Иисуса Христа, Будды... А вот Веды, когда они зародились, их время исчисления. Я не знаю, когда Веды зародились. Почему? Потому что, смотрите... Здесь как пять тысяч лет. Дового? Давно. Очень давно. Смотрите, сейчас я расскажу. Будда, он не свалился с неба. Будда, его биологическое имя, это Сиддхартха. Его так называл отец. Отец его был правителем Индии. Отец его, когда Будда родился, призвал индусских астрологов. И индусские астрологи на основании индусской ведической традиции высчитывали Будде гороскоп. Те ему сделали предсказание, что он, допустим, будет или великим духовным, или великим политическим лидером. То есть это тем, кто изучал историю Будды, излез. Берем Иисуса. Иисус, вам прекрасно излез на его рождение, как Ирод преследовал, все такое. Конечно, вот я не берусь утверждать или как-либо даже намекать на то, что все, что написано в Евангелии, правда. Потому что есть куча апокрифов, которые дают совершенно другую картину. И даже родословная не вяжется. Но примем пока как мифологическую концепцию такую. Известно рождение, и куда Иисус пошел? В Египет. Они бежали в Египет от царя. Дальше. В 14 лет Иисус прибыл в Иерусалимский храм. Там Он поставил на место ниже принтуса всех парисеев. И до 30 лет Он опять исчезает с поля зрения. Вот. Получается, Иисус до 14 лет учился в Египте. После 14 лет учился в Иране, Индии и других странах. В Тибете. Ну да. Я снова, я не могу гарантировать. С одной стороны, да, в Тибете есть даже книжка, где записано имя, все. Есть данные, что Он даже во Франции был. Есть данные, что Он был на Волге, на Днепре и в других местах. Я не могу это гарантировать. Поэтому я честно скажу, что я не знаю точно, где Он был. Ну, следы, короче. Да. Он был посвященный. В общем, Иисус учился так глобально. Вот как мне многие сейчас христиане говорят. Не, не надо ничего читать, не надо ничего изучать. Мудрство, это от лукавого. Надо просто любить. Просто любить. И показывают иконку, где Иисус достает сердце. Но Иисус не был просто таким фанатиком, который бегал и кричал всех любить. Иисус был глубоко ученым человеком. Которые, к нему приходили фарисеи, он их ставил на место. И даже один из фарисеев стал его учеником частично. К нему, допустим, приходили римляне, и он их ставил на место. Он каждому мог объяснить, почему именно его учение важно и что он хочет донести. И Иисус в некоторых случаях, там у него четкие фразы, что он пришел уничтожить ту порочную систему, которая на то время существовала в Израиле, в других его высказываниях он четко говорит, что он не против древних знаний, он как продолжение их едет. То есть Иисус и Будда они не были чем-то отдельным ответом. Вы знаете, что такое гностицизм? На слуху, но так что? Гностики это гнозе слово знания. То есть гностики это греческая форма ведической традиции. По сути дела. То есть ведическая традиция с истории слышали про настратическую общность народа. Индоевропейская общность народа. Ну это все историки, историки. Да, то есть может быть у эзотериков вы где-то уже встречали данные о том, что ученые высчитали митохондриальную еру. Это что-то биология? Да. Митохондрия. Митохондрия это часть клетки, которая имеет свою ДНК. И на основании этой части клетки генетики высчитали, что была женщина, которая на определенном историческом этапе была очень успешной, очень плодовитой. И большинство современных людей в своей генетике имеют от нее след, можно так сказать. То есть человечество некогда было единым, был единый язык. Вас не удивляло, что языки схожие там английский с украинским, украинский с индусским и так дальше. Базовые понятия такие как мама, сын, отец, небо, земля, они день, они бог, они везде общие. Это непределенные это. Или допустим вот слово бог, оно не характерно западным языкам, используется его синоним. У нас есть слово бог, это славянских и индоиранских языках. Там хага или багабан индусском языке. Отсюда хагават гита, то есть песнь богавана, великого бога, допустим. Так вот, в этой ветви языков есть слово бог, которое однокоренное и близкое к слову благо. Есть такая четкая связка бог и благо. В западных языках слово гад и слово гуд как тоже да. То есть вот эти синонимические линии они сохраняются. Была общность народа. Она учеными называется настратическая общность. Также известна бареальная общность народа. Однако более поздняя это индоевропейская общность народа. По всем данным современных ученых индоевропейцы имели своей колыбелью циркумпантийский регион. Циркумпантийский регион это регион вокруг Черного моря. Сюда входят допустим древние цивилизации известная тертериевенчанская культура на Балканах. Сюда входит древнейшая трипольская культура, аркаим и аркаимская страна городов и древнейшие города Анатолии. Анатолия это нынешняя Турция. И везде там есть следы ведической традиции. Везде одни и те же термины одни и те же понятия суть та же. А основополагатель как Христос нет Всевышний. Почему? Потому что это очень древнее понимаете Иисус 2000 лет назад пришел Иисус сказал так вот это неправильно это правильно это неправильно делать так Его учения исказили Его учения извратили причем смотрите там был Иисус и там еще был Мешах Мешах это был политический диссидент который формировал среди иудеев восстание против Рима Мешах осудили били колотили потом он из тюрьмы вылез а Иисуса в 33 года распяли и дальше по одной теории он ушел в Индию по другой теории вознес есть и разные объединяющие промежутки и другие теории неважно но потом Павел и император Константин император Константин был очень двуличной личностью двуличной? конечно император Константин он был политиком который решил использовать христианство как Гитлер решил использовать фашизм фашизм или национал социализм это не было изобретение Гитлера Гитлер был фанатиком Муссолини но Муссолини остался малоизвестным а Гитлер получил всемирную славу и считается что фашизм это Гитлер но даже в своей книге «Моей борьбе» он отсылается на Муссолини так вот как Гитлер присвоил учение Муссолини так и Константин присвоил христианство но допустим у него жена была бывшая проститутка и она пообщалась с священниками и они сказали что ей или воду жарится или лобковой уши воплотится она пришла к императору и говорит ты император или что не мне это самое давай что-то делать он пишет закон отменяю Рейн Корнаса был проведен Вселенский собор вы знаете что там целый ряд Вселенских соборов были Вселенские соборы когда голосовали есть ли у женщин душа то есть понимаете там перевесом три человека решили что все-таки есть а если нескольких не хватило быть делегатов христиане посчитали что у женщин души нет потому что якобы в Библии есть слова что Бог создал и вдумал душу живую это про Адама а дальше когда Ева уже и церебра уже не совсем понятны то есть могли трактовать что у женщин нет но сейчас уже научились душу взвешивать сейчас много чего сейчас даже американцы не хотят писать Бог как отец они пишут Бог отец мать есть такие переводы чтобы якобы не унижать женщин но это бред нет душу это едино в человеке вырождает и с физической точки зрения известно что вообще в ведах описывается что материи как таковой нет современные эзотерики как христиане они делят понятие на дух и материи в ведах этого деления нет есть понятие дух и есть понятие что дух когда засыпает боги из этих спящих духов собирают некие образования из тех образований следующее образование дальше формируют квант как некая совокупность спящих духов из них формируют атомное ядро протон электрон все что надо переводы а можно считать духом человеческое подсознание подсознание давайте сейчас христианство допомним то есть получается что Константин искажал христианство в угоду своей жене в угоду политике в угоду кому угодно нет вина не еще она поймите она просто обратилась к мужу за помощью был бы он разумный он бы сказал позвал бы священника и говорит ну а может все таки можно как-то исправиться и нашел бы путь потому что допустим и в славянских текстах и в индийских известны страшные ситуации известно когда один царь случайно убил двух мудрецов они были в оленьих шкурах потому что они жили в лесу и там такая у них одежда была он решил олень он выстрелил из лука и прошел их стрелой нос он тогда пошел к священнослужителям ему тоже сразу сказали в аду будешь жариться там шквалиться ну образно говоря конечно такого ада со сковородками конечно нету это другая история и ему объяснили и ему объяснили как правильно делать чтобы не получить те негативные кармические реакции он отдал свое имущество мудрецам он сам отказался от царского трона и он сам стал отшельником и таким путем он под конец жизни искупил поэтому если бы Константин был бы разумный он нашел бы способ как свою жену там спасли но он искажал христианство и поэтому современный образ Христа это смешение пророчеств о мессии еврейских реального действующего лица Иисуса и реального действующего лица Мэшах Мэшах это диссидент сепаратист который хотел чтобы евреи порезали римлян и основали свое царство Иисус к этому отношения не имел ему когда спрашивали за это дело он сказал что отдайте кесарю то что он хочет и исполняйте перед Богом то что по воле Божьей можно дальше тогда пойти с точки зрения подсознания и наверное я буду завершать да да просто вот вы знаете что в наши органы восприятия попадает намного больше информации чем обрабатывается сознание и опытные психологи они могут вытащить какие то совершенно случайные да мы идем по улице мы идем куда то мы видим кучу людей психолог может ввести в соответствующее состояние или самому можно войти если захотеть и вспомнить там все про этих людей цвет волос пол объем там в чем одет что говорил все можно вспомнить это все у нас скриниться в подсознании с детства наше подсознание накидывается миллиарды информации просто это несчастливое несчастливое наверное объем и вредах объясняется что мы это должны разбирать то есть мы должны слиться ну как нам удобно и думать над этим всем и когда вот по ведической методике снова к вопросу что мне дают вред то что как такового подсознания у меня фактически нет я любую информацию которая ну максимум подсознание на протяжении дня я могу не обрабатывать если я особо занят чем-то то потом под вечер разберу то что за день происходило а большинство людей они с детства не разбирают они не хотят разбираться больше того человек что-то делает возникла некая неудовлетворенность он все он не хочет разбирать в чем причина обиды у него обида там кто-то там что-то там сделал у него вожделение кто-то там еще что-то сделал еще что-то то есть если правильно разбираться этого нет есть четкое понимание вот что дают веды веды дают осознанность в каждом своем действии в каждой своей мысли и веды избавляют от обусловленности подсознанием инстинктами телом эгрегорами чем-либо или кем-либо скажите пожалуйста а эти веды только у нас здесь на нашей территории вот такие признанные вот есть занимаются или где-то они широко вот стоп 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 по вопросу признанности да по вопросу признанности каждый признает свое для некоторых ортодоксальных христиан даже гости динозавров это создание дьявола которое было создано чтобы проверить их веру поэтому официально вот те ведические тексты которые признаются изучаются учеными официально без никаких вопросов это допустим индийские веды плюс болгаро-памакская веда славян и все не совсем так Велесова книга она признается разумными учеными но христиане и ортодоксальные какие-то сторонники Греции как центра цивилизации только там против Греции то получается что сторонники Греции как центра не признают Велесовы однако рахманы рахманская традиция она сохранялась на территории Речи Посполит Речи Посполит это древнее европейское государство в которое входила Украина Польша Беларусь и Литва а скажите какую-то научную ценность или для науки эти веды моды есть институты которые занимаются что-то там выискивают и опа Нобелевская премия Объясняю с времен Данилы Галицкого Веты это знали с времен с времен хорошо сейчас и потом все это последнее так вот с времен Данилы Галицкого понимаете когда Владимир объявил христианизацию Руси началась гражданская война на Руси вы знаете наверное Шурус крестили огнем и мечом людей сжигали резали вешали допустим одного князя который управлял нынешней территорией Отечественной Ильинича его утопили в крови его детей в прямом смысле слова там лоханку нацедили кровь детей и его туда лицом утопили это за то что он говорил что Якова это демок и войска Владимира это с ним сделал и дальше Данила Галицкий а с другой стороны Гедемин Витов и другие князья которые формировали Речь Посполиту они запретили религиозное преследование религиозное преследование со стороны польской католической церкви на всех остальных началось уже там в 16 столице и это привело к тому что Речь Посполита раскололась и Украина и Беларусь дошли ну половина Украины и Беларусь дошли к московитяне к тогдашней московитя ну потом московское российское царство потом российское спасибо много Ведах есть знания на все темы вы хотите вы можете взять изучать астрологию хотите там получаете премию не хотите не получаете ваше дело но с тех пор как во времена Даниила Галицкого был установлен мир и начала формироваться Речь Посполита рахманская традиция то есть те кто являются носителями вет они ушли в такое закрытое состояние они никого не обращают никого не знакомят и как бы их власть не трогала тоже на нынешний момент на Украине есть рахманы в Беларуси есть рахманы и в Польше есть во Львове там буквально в 30-40 минутах от вокзала есть здания где каждый месяц несколько раз происходят собрания Верховного Совета рахманской традиции но они в своей группировке как масоны еще хуже понимаете у масонов есть хотя бы такая штука что можно постепенно через разные предбанники туда попасть если с главным пообщаться можно и напрямую попасть и вообще посидеть посмотреть посмеяться а к ним нельзя к ним только если ты потомок какого-то из родов потомок одного из их есть есть рахманы и я в свое время добрался до одного из рахманов и он меня принял ученики потом советом были разные терки потом они торжественно исключили и прислали здоровезное письмо то как они меня исключают из списка состава реестр да один частный дом где тайная община Одессины собирается и провозит свои мероприятия вот это я хотела что именно все таки здесь это не Антонюк нет Антонюк он рули они его послали в свое время когда он им хотел присоединиться они с ним порвались в общем детский сад руается ну это глюки людей глюки есть у всех а веды это знания хотите изучать можете все спасибо спасибо это вот я хочу я же хочу учиться и вот где-то раз неделю по воскресеньям я как правило в офисе там провожу занятия наше приходить дальше еще 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 раз в три месяца происходят празднества то есть это дни равноденствия и дни самосостояния очень хорошие празднества и он очень хорошо их проводит где-то на телеголе да на анджероне я провожу обряд как оно предписано в ведах шесть лет я уже а так мы пойдем равноденствие ближайшее празднество это кубала здесь получается смотрите вот у вас цифра да а здесь по большому счету нажимает красная красная а не совсем красная да вот вот секунду еще напоминаю что есть сайт института и больше того института человека у него масса есть некоторые люди которые приходят сюда и говорят что они дарят бессмертие каждому кто купит их на таблетку я этого сделать не могу и это никто сделать не может так как физическая даже планета рано или поздно будет уничтожена но по крайней мере на время существования интернета ваше имя может остаться как автора той или иной статьи полезной для развития человечества у каждого из вас огромный жизненный опыт в какой-то области есть свои уникальные наработки и смотрите биологическая смерть ну вы сами понимаете она недалеко от всех от нас пользуется но естественно однако что мы оставим после себя на этом плане бытия зависит только от нас каждый из вас по крайней мере что я могу в этом плане это веды чтобы осознать духовную свою суть и самому выбирать следующее воплощение ну и плюс могу помочь вам оставить ту или иную статью или видео наставление потомка спасибо а солнечко дай эту ночь хорошо спасибо всегда готов все вы знаете что есть год это время и в нем есть четыре отрезка а это нам намекает на астрологические празднества славян на два равноденствия и два солнцестояния эти празднества являются важными и они проявляются в каждой религии они проявляются в каждой философии единственное что многие люди их искажают многие люди их искажают здесь присутствовал представитель кришнаизма который так сказать представляет индийскую вед ведических знаний индийская вед основана пять тысяч лет назад однако до этого прекрасно существовала и существует славянская ведическая система передач древних знаний согласно ведам необходимо осуществлять особые обряды и ритуалы в четыре основных годовых празднеств и в конце этого месяца в частности одно из таких празднеств будет это празднество Купала слышали про такое христиане переняли это празднество совместив его с днем Иоанна Крестителя и сделали Иоанна Купала как бы и крестителя это чуть-чуть принижает потому что он крестил все-таки а не Купал и празднество Купала это тоже искажает однако я буду проводить обряд согласно вот ведическим предписаниям и те кто хотят присоединиться могут это сделать свой телефон в котором я большинство из вас сообщал 099-34-00-479 ну и соответственно можете обратиться А когда именно? Это в районе 22-25 числа точно будем соответственно определять астрологически и определять еще по желанию и готовности трудящихся что он есть также будем определять ближе к делу или береговая линия или гора или другие варианты человек который ранее здесь стоял так и не ответил как он относится к подмене понятий я очень против подмены понятий Кришнаизм основанный на не книге а главе книги есть Махабхарата это одна из индусских книг есть ее маленькая тоненькая голова Хагаватгита поэтому считать что одна тоненькая голова важнее целостной науки я считаю неправильно также я хочу сказать что те кто являются членами института и могут что-то полезное продуктивное написать на сайте могут это сделать ну вкратце такое объявление спасибо спасибо